Здравствуйте! Программа по капремонту многоквартирных домов Еще кучу неприятных сюрпризов преподнесет властям Главное, по-моему, что многие люди не могут понять, с какой радости они вообще должны платить Это вот я про ту категорию граждан, которые обитают в развалюхах И если для жителей аварийных и подлежащих сносу домов, признанных таковыми в установленном порядке, прописан пункт, что они не будут оплачивать это новшество Есть одно но, становящееся масштабным головником для десятков тысяч людей, чего не учли, наверное, авторы законопроекта У нас же куча домов не числятся аварийными де юра Ну просто из-за того, что из-за пати жильцов, не занявшихся этим вопросом самостоятельно Или из-за бюрократической волокиты на местах, не оформлены документы Но дома являются таковыми де-факто Огромное количество домов в Самаре как раз или уже аварийные по факту Или станут такими в скорости в силу естественных непреодолимых обстоятельств Таких как возраст, качество материалов, веткость, наступившие за десятилетия без ремонта Но просто это не зафиксировано нигде Проживающие в них люди убей не понимают, с какого перепуга они должны платить за капремонт Если им его никто делать и не собирается, о чем высокие комиссии, приезжая на место, говорят им открытым текстом Капитальный ремонт вашим домам грозит? Нет, нет Это вам кто сказал? Они, да? Это когда я была на приеме 25 февраля у управляющего своей компании Мне главный инженер сказал, какой тебе капитальный ремонт? Забудь! А почему? Дома такие, скажем так? Они не перспективные, конечно, а что тут? Его заново надо делать Какой тут капитальный ремонт? У нас стены все из этих, дранка внутри За что платить? Да я так понимаю, что то, что я буду сейчас перечислять в эту программу по капитальному ремонту Мои деньги уйдут просто на благоустройство других домов И все На наш дом никто не потратит ни копейки, я вас вот умоляю Вот в этой связи, начав получать квитки по квартплате с новой строчкой сбора на капремонт жилья Народ для себя и определил очередной разводиловой обираловка Не объяснить им, почему же они должны платить, если дома не подлежат ремонту А пусть там лет даже через 5-7 их отсюда переселят Не гарантировать, что они платить не будут, никто не удосужился Люди готовы платить, но не за это А как только заселятся в дом, который ремонту хотя бы подлежит Им непонятно желание властей начать собирать с них деньги немедленно Не за что же Один дом уже не будут ремонтировать за бесперспективностью этого занятия Второй, куда человек когда-то переедет И который когда-то придется подчинять, еще, наверное, даже и не построен Ну, соответственно, платить не за что А если и построен, ну, если человека переселят потом во вторичку Так за нее нынешние хозяева эти сборы платят Ну, в общем, коллизия та еще Надеюсь, ее решением и займутся власти в ближайшее время Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok